что-то я в раш вошел даже съелся с пару роликов с тунцом и с лососем помню как первый раз попробовал эту японскую еду екатеринбурге какой же ресторан там ем сам что-то там не помню короче там суши отдел открылся первый вообще самый первый это где-то ну короче где-то в центре и я помню первый раз я взял суши по-моему или а там какой-то интересные роллы были такие какие-то прямоугольного прям ромбоугольные какие-то забавные такие и супчик своему на такой маленький такой пень такой стаканчик такой прям такая пиалка то как кучу крышечкой открываешь там такой соевый бульон такой горячий лук завязанную узелком такой один стручок чушь там еще вот забыла по моему кусок рыбы какой-то или креветки или рыбы что-то такое и вот это все такое маленькое такое да ну очень 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 прикольная прямо прям я когда попробовал я влюбился сразу сходу вообще я прямо эту рыбку там всего там за минимализм то есть там этот лучок там эта рыбка пинь на три кусочка еще разломал такой пинч пинч палочками еще туда коряво так как-то и в этот бульончик так чип-чип-чип пьешь потихоньку маленькими глотками и он такой кайфовый и вот суши там было как раз сырой рыбой по моему с тунцом что-то такое там немножко их тоже там две-три штучки там все очень такое микро там суши или ролл я даже не помню роллы точно были ромбика в какой-то из моментов а там по моему был с были суши или роллы херцами какая разница ну что-то маленькой и с тунцом точно было нори значит это были ролл маленький с тунцом просты точно одна порция такая 6 штучек 4 херц не помню и вот я короче прямо помню беру ее так ну как полагается там соевый соус там васаби мазнул так и и прямо вот я подношу ко рту и у меня такой ротный пузырь ну типа сырая рыба думаю и засовываю кусаю причем не целиком акусил его почему-то так захотел и вот начинаешь жевать вот у меня это отвращение с таким любопытством и в итоге я получаю вот этот новый совершенно букетик маленький такой минимальный вкусовых ощущений вроде казалось бы рис совсем другой какой-то и сочетание с соевым соусом это нори вот это создает и вот этот кусочек рыбы который он такой как бы запретный получается типа не готовый и ты вот это все жуешь и это кайф этим соевым соусом с васаби просто такие новые ощущения я тогда влюбился навсегда это вот как говорят с первого раза если не зашло японское это все уже потом можно не не пытаться так евро ролл есть какие-то там с мясом а так или овощные потому что ближе а так вот эти горю залетела и пипец сразу ты все понимаешь майо и с тех пор все куда я в не порту до сих пор вот сейчас ролики съел но это я так без и травочки рассказалось хотел собственно попытаться рассказать какие-нибудь истории вообще ну как я все время что-то вот сколько уже сейчас сколько я работаю да я уже там пятый загон чатки закидываю или четвертая не помню такой как бы уже сформированный как бы от начала до конца мы по крайней мере стараюсь держаться да не делает просадочек вот какие-то истории да какие-то истории жизни потому что у человека у каждого по сути до хера в жизни всяких разных историй и они всегда уникальны в отличие от звезд существующих да мы всю жизнь как бы знаем она наполовину сфабрикована процентов на 70 наверное а все остальное мы и так знаем это уже как бы ну одно и то же обсуждается тоже никого не торкает а у каждого человека по сути жизнь намного блин богаче они же живут кто в каком трэше вообще варится там есть же еще такая публичная сторона человека есть его как говорится тайная сторона человека где он другой с плеткой там чу-чу-чу там ну короче разные да там загон кто-то на моцки гоняет кто-то там парашютист а так все в целом ходят такие офисные сотрудники ну либо просто люди такие прикольные разные короче вот в этой всей телеге короче разнообразие всех этих жанров короче и формирует в нас вот это желание иногда рассказать эти истории себе понимаю что принципе если их красиво поднести там стул с чувством с толком и остановкой то они мало то что они просто прикольный контент можно послушать и поржать но это еще и полезно чей-то опыт хорошо поданный все раз как говорится суть разложена ну то есть вот такая я че-то всегда во всем пытаюсь искать какую-то пользу социальную вот этого мне вот черта такая знаешь продумал какой-то бизнес да и непонятно что впервые у меня либо социальная помощь такая учитывающие интересы там нации общество там не знаю там партии там чтобы людей там как-то формировать правильное сознание с другой стороны как бы бизнес ну типа все платят только тогда когда всем комфортно и всем оказан спектр услуг достаточно интересный разный нам новый да благодаря там каким-то виртуальным сервисом современным и все за это будут свойствием как бы башляет бабки и собственно вот из монетизации то есть ничто не висит ни на чьих плечах самостоятельно то есть надо прикурить стартануть один раз создать мощный механизм учить учитывая все факторы всего лишь вопросом желание все это продумать ну и количество воодушевленных правильных людей подобранных которые это все дело просчитает тебя больше конструкция как говорится беспроигрыш на которой все риски все учтено из-за чего что где когда-то падает из-за того что где-то что-то недоучили подумали а хер с ним вот это хер с ним потом рушит всю конструкцию поэтому надо просто потратить время больше на подготовительную всю эту канитель простроить все продумать и уже внедрять а потом этот механизм будет работать самостоятельно давать и социальные какие-то нужно закрывать как бы общество государства и приносить прибыль его владельцу мне начал за здравие закончил что-то за упокой короче в систему уехал ну видимо у меня такая фишка если я такой чем не себя переделывать что я буду стараться быть тем кем не не являюсь как могу так говорю да езжу по мыслям серфе ну вот меня несет туда что-то успеваю вспомнить договариваешь что это нет но осталось загадкой типа додумывайте сами с другой стороны мысль она так вот и работает это же есть время это есть течение сейчас тихо сейчас опять съеду на эту тематику свою любимую хотел бы какие-то истории жизни вот и свои порассказывать вот и вот на мой взгляд а чуть-чуть надо вспомнить что-нибудь что было такого прикольного все было прикольно опять же за что рассказывать тормоза